Скоро лето, время планировать отпуск и думать о том, куда отправиться в этом году. Для автомобильных туров никаких преград. Так несколько друзей из Красноярска объединились и отправились на отдых в разные уголки региона. И готовы взять в свою компанию желающих совершенно бесплатно или поделиться интересными маршрутами. Как осуществить автопробег с минимальными затратами, мы расспросим у Дмитрия Патрина, Полеси Ушаковой и Елены Аксеновой, поклонников краевого туризма. Доброе утро вам всем! Доброе утро! Здравствуйте! Доброе утро! Мы надеемся, что вы сегодня не из турпробега очередного, а из домов. Практически. Вчера только вернулись, но с пылу с жаром. Расскажите, пожалуйста, а с чего началось ваше такое увлечение? Увлечение, наверное, началось с того, что дома сидеть просто скучно. В течение рабочей недели очень много дел, остаются выходные, и не всегда удается на выходные уехать куда-нибудь отдохнуть, прям за границу. Или улететь куда-то, да? Или улететь. Это еще и дорого вообще сейчас. Ну да, с учетом того, что по факту мы живем в глуши Тайги, в середине России. Ну и с авиахабом как бы все понятно. Отсюда объединились мы, люди весьма как бы активные по жизни, и те, кто выходные хочет проводить с таким кайфом, для того, чтобы следующую неделю отрабатывать на 10 с плюсом. И вот первые наши поездки уже осуществляются. И куда же можно поехать? Это очень просто, чтобы в течение одного конкретного дня максимум, ну, можно захватить там второй день, в районе там 100 километров найти какие-то новые места рядом с нашим любимым городом, и сказать, о, так это оказывается очень красиво и недорого. Очень удобно, что близко, и что так все быстро происходит. В районе там 400 километров можно вообще климат поменять, потому что мы вчера были в лето, мы съездили в лето, мы там загорали, по Кассе, мы смотрели там потрясающие виды, там все зелено, ходили в одних кофтах, когда здесь, насколько... Я думаю, что вы еще и купались, и мы вообще расстроились. Ну, нет, мы как бы не рискнули, мы только ограничились загаром и хождением футболка. Ну, сам факт того, что мы были в настоящем мае, а приехали в октябрь, оно, конечно... А на прошлой неделе мы вообще решили прям близко практически проехать, Березовский район, это вот соседний совершенно с Красноярством, 60 километров мы отъехали, мы тоже попали, здесь было солнце, а мы попали в снег. Это было неделю назад, все было наоборот буквально... Ну, это вот если брать такие туры буквально в течение одного дня, а если все-таки кто-то отважился и на два дня, где ночевать? В машине посоветуете? Нет, на базе, где обязательно есть охранники, где все безопасно, и медведи, какие-то горные козлы вас точно не беспокоят. Ну, и клещи, что не надо забывать, да, сейчас такой сезон начался. Здесь страховка, а что касается безопасности и нахождения базы в том месте, где можете чувствовать себя комфортно, это все-таки важный аспект, потому что край богатый, и ты все равно не знаешь, что тебя ждать. Ну, это в любом случае бюджетнее получается, чем улетать куда-то, уезжать. Ну, конечно. Даже учитывая базы и охранников. Ну, да. Я думаю, это как бы сравнивать даже с поездкой в Москву на выходные. Мне кажется, это дешевле даже, чем здесь остаться, сходить в кино, в ресторан, и там... Заказать и иду домой. Заказать и иду домой, да. Все те же самые впечатления получишь, что и каждый день. Это тот же самый город, тот же самый вид, а вот те просторы, и что не будет совершенно практически людей, нового стоит. Ну да, в очередной раз закрепляется ощущение, что мы живем на самом деле в очень классном месте, и то, что есть у нас, нет, наверное, ни у кого в мире. Но нужно выезжать из города и открывать глаза пошире, и всем этим наблюдать. А то ведь мы не знаем, мы даже не догадываемся, что красиво, а вместе интересно. Конечно, есть как бы столько мест, и вот каких-то интересных там людей, которые живут в том же самом Березовском районе, у нас впечатлила женщина. Друзья появляются у вас? Во время войны, представляете, собирала деньги, там, копила и отправила деньги на... На танк. На танк. Копить танк на войну, причем прям видели это дом, видели там, ну вот это место, где живет. Ну, то есть и мурашки по коже, потому что, ну, как бы это вот. Это просто потрясающе. Это реально реальные люди, которых, ну, в течение рабочей недели ты просто можешь замечать. Ну, это да. Одно, когда ты это как бы слышишь, тебе рассказывают, ну, что вот вроде как было, а другое, когда ты приехал на место, ты как бы видишь, что это, ну, вот это прям вот, вот это вот, вот оно. Да, это было в Маганске, рядом там строится церковь. Потом мы доехали до Верхней Базаихи, тоже достаточно красивое место. Базаиха не так, которая в городе, вот здесь совсем дикая практически. Неконечная 99-го, да? Да, не конечная 99-го автобуса, да, доехали до старинного кладбища, которое там 1848 года, тоже, вот, казалось бы, 60 километров от Красноярска. Ты видишь вот эту, ну, уже, можно сказать, почти древнюю историю. Ну, историю, да. Да, и там стоит такая статуя Девы Марии из дерева, ухоженное кладбище, причем. Из-за которой ухаживают еще литовцы, находящиеся за 5000 километров, как бы, от Красноярска. Ну, в общем, это оставляет, как бы, разные, как бы, впечатления. Хорошо, с трафиком мы более-менее разобрались. А что нужно взять с собой в дорогу? Я вот смотрю, что селфи-палка у вас с собой, она должна как-то выстрелить. И как автомобиль подготовить, кстати? Автомобиль, друзья, селфи-палка. Автомобиль, конечно, это отдельная тема, потому что, если вы уезжаете из Красноярска, то здесь надо 4 ВД. Вот у нас Лена, мастер по машинам. Так, неожиданно. Не то, что так сложилось, что я автомобили очень сильно люблю, и, ну, как бы, начала понимать, почему. И работаю в автомобильной отрасли, и поэтому тут, как бы, нам... Олеся нашла нужный ресурс в виде меня, потому что я могу соответствующий автомобиль подобрать, взять и, как бы, поехать. Потому что, вот, в Хакасию мы ехали, как бы, на личном автомобиле, на легковом, да, как бы, от особой подготовки и не было. Но мне было его жалко, вот, ну, вот, правда. Туда мы ездили на внедорожнике, 4 ВД. И, вот, я могу честно сказать, если бы мы взяли другой вообще автомобиль, там, другую марку, у нас бы эта поездка просто не состоялась. Потому что, вообще, те места, куда мы заезжали, сначала по дурости просто, как бы, ну, там, на бане, ого-го, горка, давайте, заедем. Понятно, охота же забраться на гору, там, и... Да, а может ли этот автомобиль забраться, я такая, ну, может, наверное, там, по лесу как-то. Через пеньки. А потом такие чувствовали себя, такие, а, мы такие классные, вот, там, вообще-то, мы такие прям рулим. А потом, просто, это было обычной дорогой. Ну, то есть, если бы мы были на другой машине, мы бы не доехали, не посмотрели, потому что, ну, там, одно мы доехали с комфортом, а другое, там, например, лужи, где у нас машина плыла. Ну, это все-таки дорога, это не бездорога. Дорога, да. Привет, развиваем местный туризм, да? Такую дорогу называем бездорожью. Эта дорога уже практически тупик, там ходят просто лесовозы, и мы решили по этой дороге проехать, потому что вот до кладбища, это там, три километра после деревни, там тупик уже, там, только лесовозы ходят. Мы смогли доехать, потому что, ну, вот, была проходимая машина. А до деревни достаточно нормально, наверное. Дорога, как бы, для такой машины все равно стоит сказать, была бы эта легковая, мы бы там сели, остались, наверное, до кладбища. В общем, машина очень страшная. Мы бы за вами приехали. Да, либо вертолет должен был прилететь и нас оттуда эвакуировать. Вот про Сафи Палку еще скажите, надо же как-то, чтобы оставались какие-то воспоминания после... Мы взяли, естественно, маленькую камеру, там, такую Maya GoPro, мы взяли чуть побольше камеры, у всех были заряжены максимально телефоны, что самое классное, там телефоны не работали. Да, связи с ним не работают. А это, на самом деле, один из плюсов, что ты можешь гаджетами в виде интернета не пользоваться. Ну да, и как только мы останавливались, все наши гаджеты, они доставались моментально, то есть, по-такойски быстро снимаем, то есть, с разных ракурсов, панорама, видео там. Ребята прошлись, проехались, как бы, ну и надеемся, что в ближайшее время у нас появится яркое видео. Да, у нас есть видео, мы сделаем такой хэштег небольшой, Сиба Уикенд, чтобы люди могут находить этот хэштег и смотреть, куда мы собираемся. И это появляются единомышленники, это появляются новые компании, новые путешественники. Ну, не сказать, чтобы компании появились пока что, если честно. Да, в своем роде. Ну, пока что, как ты говоришь, нас троллят. Мы думаем, что заняться вечером. Нет, вы основатели движения, это дорого вас стоит. Но уже мы анонсировали то, что в ближайшее время, может, в течение одной-двух недель мы собираемся поехать на Черную Сопку, это вот потухший вулкан, который находится на Красноярске, не просто туда пешком дойти, а заехать туда на большом внедорожнике. И это как бы уже вызывает такие яркие эмоции, типа, да ладно, да вы сможете, да серьезно, такие дороги есть, и нам самим страшно, честно. И мало того, я когда ребятам сказала, говорю, у нас, ну, вот у меня на работе коллеги, у меня есть такая вот идея, как бы мне нужно три автомобиля, вот именно вот эти марки, там, вот такие. Я говорю, вот скажите, они заедут на Черную Сопку? Ну, такие, ну, не знаю, ну, давайте попробуем, как бы, ну, тоже вот интерес есть, там, и машины испытания. Уже мы нашли казах. А, еще и тест-драйв определенно проходит. Да, то есть, ну, он... Слушайте, хороший ресурс, конечно, вот с таким ресурсом можно путешествовать. А на самом деле этот ресурс сейчас при помощи соцсетей можно находить, там, не так сложно. Очень много людей, которые любят, там, выезжать, ну, то есть у них есть автомобили, вот те, которые покупают, например, там, ну, там, те же внедорожники, там, ну, вот, если в основной массе, это люди, которые, там, активно про жизнь ведут, рыбалка, охота, и им охота помесить грязь на своих автомобилях. И показать, что у них такая дачка. Да, но нет цели, и это, как бы, не так интересно. Не всегда есть компания. Не всегда есть компания, да, поэтому найти такой ресурс, вот, я не знаю, через, там, три рукопожатия, я думаю, это очень. Да, мы с Леной тут познакомились, доброе утро, вот тогда и поехали. Спасибо, да, просто удивительный рассказ, остались бы еще, но, к сожалению, время у нас эфирное истекло. Мы надеемся, что еще раз увидим вас в нашей студии, и, может быть, даже не раз. Я напомню, с нами сегодня были Олеся Ушакова, Елена Аксенова и Дмитрий Патрин. Заряжайтесь позитивом, вот они, три человека, которые только что ярко представили, что на самом деле отдыхать можно даже на выходных, не выезжая далеко за пределы нашего любимого города и края. Итак, друзья, все вперед в тур-пробеге на автомобилях, которые предоставляет наша гостья сегодняшняя. Пишите нам секунд. Да, находите нас в соцсетях, можно, как бы, пообсуждать какие-то вещи, подключайтесь. Мы рады, там, помочь, подсказать, там, ну, и самим включиться в классную бомбическую проекту. Может быть, есть какие-то идеи, мы готовы поддержать. Нет, с вас идея, как бы, мне кажется. Спасибо.